продолжаем о том как справиться с ленью как найти способы заработка лень есть элементом на который стоит обратить внимание когда есть лень и человек от нее страдает ждите неприятностей потому что когда жареный петух в попу укусит вас то вы начнете скакать если вы ленитесь это говорит о том что вы живете хорошо вы попали в ловушку отсутствие потребностей на оборот скажите себе меня не удовлетворяет то что у меня есть я буду достигать большего тогда лень ваша исчезнет когда человек имеет лень он должен начать жить с мотивации ради кого-то человеком можно заставить жить ради детей из-за болезни или для какой-то социальной задачи соопасти человечество помочь людям построить страну ну а вы для себя выберите свою мотивацию как найти способы заработка тоже смешной вопрос как найти способы заработка знаете я когда-то в виннице очень давно хотел открыть ресторан и приехал и там рядом с метро рядом не метро рядом с вокзалом хорошее место такое и вот я договорился с начальником вокзала с начальником там при вокзальной площади и так далее и решил открытым ресторан мне для этого нужно было я помню по моему даже 70 или 80 тысяч долларов стоило помещение ну еще столько же для того чтобы это все организовать и так далее ну и в центре прямо вокзальной площади женщина торговала в ведро ведре торговала пирожками ну и я решил узнать как вообще у нее пирожка пирожки продаются или нет ну увидел рядом с ней мужчину такого невысокого роста в кальсонах как говорят в одессе подошел я и говорю этой женщины здрасте здрасте вкусно купил два пирожка для приличия говорю надо же у вас такие вкусные пирожки она говорит да у нас только свежие пирожки они же по-украински там разговаривают но я как бы русскоязычно вещаю поэтому не буду переходить на украинский и говорю а скоро закончится ваша лафа я знаю человека 1 он собирается здесь открыть ресторан и говорю когда он откроет ресторан то у вас все закончится и этот мужчина стоит внимательно слушает и когда я начал идти он меня догнал и говорит послушай юноша хочешь я с тобой поговорю я говорю конечно мне интересно что вы хотите он говорит он такой одесский и говорит меня зовут вениамин сидорович ну допустим и говорит а угости меня чем-нибудь и мы там пошли где-то стали и там кушаем сели в ресторан кушаем я его довез к нему как раз центр надо было я его довез центра он его сзади ехал охранник на машине он мне говорит знаешь я тебе хочу дать совет если ты решил делать пирожки то это правильный выбор потому что когда начнешь ты печь пирожки то рядом становись в другом месте с ведром и будешь хорошо зарабатывать сынок и тебе хватит и твоей семье хватит всем хватит но если ты надумал открывать ресторан то не делай этого почему люди торопятся с вокзала они торопятся домой они торопятся на вокзал если они голодные то поверь мне они не пойдут на вокзал а если ты решил на вокзале открыть ресторан то влюбленный мужчина женщину влюбленную в ресторан на вокзале точно не поведет а в ресторане на вокзале будет находиться непонятно кто послушай сынок там где люди приезжают к своим семьям и там где уезжают к своим семьям ресторана хорошего никогда не получится поэтому вот так и вы знаете он был таки прав а чем же он был таки прав он был тем что не нужно открывать ресторан на вокзале а потом ресторан на вокзале открыл кто-то другой и как назло оказался моим знакомым валерой я у этого валили валерия спрашиваю валера ты счастлив что у тебя открылся ресторан на вокзале он говорит у меня никто не ест в этом ресторане я же думал я открою ресторан туда будут люди ходить толпой я говорю но раньше же говорит были рестораны они раньше плохо работали эти рестораны не ходь не хотят люди так обычно люди с собой бутерброды берут а так в ресторан обычно заходят либо холостые мужчины либо холостые женщины и либо женщины легкого поведения либо фарцовщики, которые там общипывают кого-то, ну и там контингент обычно, знаете, такой внутренний бандитский контингент, который обычно кроме водки и бутерброда ничего не закусывает, это одни и те же люди, они обычно там, ну а если какие-то залетные, то они очень редкие гости, ну этот ресторан он уже никогда не будет рестораном предо-порте, там не может быть никогда хорошей кухни, ну и в общем-то не располагает это ни к чему, такие рестораны, ну и конечно же если там в Одессе ресторан, то на вокзале контингент будет плохой, ну и так далее, такие рестораны обычно это нехорошее условие, хоть и большой трафик людей, так вот к чему я это все говорю, когда человек сейчас хочет зарабатывать, этот человек должен быть первое, специалистом, второе, не думать сразу о большом, начинать с маленького, третье, если вы собираетесь чем-либо зарабатывать, то начните обучаться тому, как это делать, а чем зарабатывать, послушайте люди, все что сейчас закрыто и не привозится из Китая в Россию, из Европы в Россию, из Украины в Россию, из России в Украину, это все можно делать, а это все, то есть начиная от суперклея и валенок и заканчивая резиновой обувью и там чем угодно, это все завозится, то из Китая, то еще и это все можно делать, можно делать духи, можно делать резиновые перчатки, можно делать и здесь важно не только сделать или обучиться, стаканчики бумажные, пластмассовые, какие-либо еще, здесь очень важно, многие начинают делать, но не у всех получается продавать, здесь очень важно рассматривать вопросы продажи, а для этого необходимо понимать, что есть элемент воронки, давайте я вас не буду этому обучать, договорились, потому что у меня как бы не обучающий семинар, а в общем-то развивающий, есть очень хорошие такие сайты, называется «Как сделать бизнес в гараже», и там очень много интересных идей, есть блоги, которые ведутся, даже блог вести, там на блоге, у которого есть там 80 тысяч человек, каждый месяц можно зарабатывать от полутора тысяч долларов, если каждую неделю три раза выкладывать новое видео, и все, это очень хороший бизнес, прибыльный, правда не обманываю, главное, чтобы видео были такие, чтобы много людей хотело смотреть.